Террария, с виду незамысловатая аркада, напоминающая Майнкрафт в 2D, обрела огромную популярность и за прошедшую декаду собрала вокруг себя обширное комьюнити преданных фанатов. Получила несколько глобальных обновлений, а также стала одной из самых продаваемых игр в истории. Приветствую вас, господа и любители Террарии. В этом видео я расскажу вам всю историю создания Террарии, от самого начала её задумки и до самого конца. Если же тебе понравится это видео, то подпишись на канал и поставь лайк. Ну а я желаю всем приятного просмотра. Погнали! Часть первая. До релиза игры. История Террарии начинается с человека под именем Эндрю Спинкс, более известного сообществу под псевдонимом Реджидит. Эндрю был рождён в 1983 году в США. Ещё в юности Эндрю решил, что станет разработчиком видеоигр, после чего начал двигаться к своей цели. 19-летие было ознаменовано для него не только вступлением в военно-воздушные силы США, но и открытием своих первых собственных сайтов с флеш-играми. На этом поприще Эндрю добился определённого успеха, и после окончания службы он начал зарабатывать себе этим на жизнь. Но, по признанию Эндрю, сайты об играх не делали его достаточно счастливыми, ведь он сам хотел разрабатывать игры. Первым опытом в разработке игр для Эндрю стали мелкие любительские проекты, наиболее известной из которых оказалась фанатская версия Super Mario Bros. X, выпущенная в середине 2009 года. Следующим для Эндрю после Super Mario Bros. X стал проект Terraria. Идею создать 2D-игру Эндрю держал в голове долгие годы, и впервые она пришла к нему после того, как он поиграл в старую DOS-игру под названием Liero, которую можно было описать как Worms в реальном времени. Для создания игры своей мечты Эндрю объединился с Джереми Геттером и художником будущей игры Фирианом Брайсом, с которым он познакомился ещё во время разработки Super Mario Bros. X. Таким образом, в январе 2011 года была основана компания под названием Relogic во главе с Эндрю Спинксом. Во время разработки Эндрю черпал вдохновение практически из всех своих любимых игр. В основном это были игры эпохи Super Nintendo, вроде Super Metroid, Super Castlevania, The Legend of Zelda и так далее. Но ключевой игрой, которым главным образом повлияло на Terraria, стал Minecraft, который на тот момент являлся новым словом в игровой индустрии. Часть 2. Релиз и первые успехи. Спустя небольшой срок разработки в 6 месяцев, релизная версия Terraria 1.0.0 была выложена в Steam 16 мая 2011 года. Игру тут же ждал успех. Спустя сутки после релиза, игру купили 50 тысяч раз, а спустя неделю эта цифра и вовсе увеличилась до 200 тысяч. Более того, в игру по данным Steam играло больше людей, чем в вышедший месяц назад проект от Valve Portal 2. В интернете вокруг игры моментально сформировалось довольно-таки обширное сообщество игроков, которое было разбито на два лагеря. Одни считали игру не более клона Майнкрафта в 2D, в то время как другие считали Terraria более самостоятельной игрой, которая лишь использовала базовые механики сверхпопулярной игры Minecraft. Так чем же всё же была Terraria? Terraria представляла собой 2D-песочницу. Игрок мог добывать ресурсы при помощи специальных инструментов. Из ресурсов он же создавал себе жильё и крафтил новую экипировку, инструменты, оружие и броню. Генерация мира была рандомная, а конечной цели как таковой не было. Игрок сам ставил себе цели и достигал их. На первый взгляд игра казалась не более чем вариацией Майнкрафта в 2D. Но проведя в Terraria больше времени, игрок находил для себя всё большее отличие от Майнкрафта. К примеру, в игре присутствовали NPC, которые требовали собственную жилплощадь, и оказывали игроку разнообразные услуги. В мире Terraria при любой генерации присутствовал мрачный, кишащий монстрами биом искажения, который хоть и медленно, но распространялся на обычные земли, тем самым постепенно захватывая мир игрока. Сами же миры в Terraria были конечные, в отличие от Майнкрафта. Помимо обычных противников, в игре присутствовали несколько боссов, убийство которых можно было расценивать как одну из целей игры. Предметы экипировки игрока были бесконечными, их нельзя было сломать. Более того, арсенал игрока не ограничивался одним мечом и луком, и даже в релизной версии пестрил самыми разными оружиями, от ключей булавы до бластера со световыми мечами. Как несложно заметить, RealLogic не стала зацикливаться на предложенных Майнкрафт-идеях, а решила выйти за их рамки и сделать Terraria такой, какой её разработчики хотели видеть сами. После релиза игры, разработчики не стали останавливаться на достигнутом, и продолжили активно разрабатывать игру. Выпуская среднее по размеру обновление вплоть до августа 2011 года. За это время у игры образовалась нишительная комьюнити, которая после выхода обновления 1.6.1 в августе 2011 года с трепетом ожидала будущих перемен. В сентябре того же года RealLogic покинул Джереми Гэррит, оставив Эндрю Спинкса и Фина Брайна работать на Terraria вдвоём. Тем не менее, 26 ноября RealLogic на своём канале выложила трейлер первого глобального обновления для Terraria под номером 1.1. Обновление вышло 1 декабря 2011 года и привнесло в игру очень много нового. Что бросалось в глаза в первую очередь, так это новое цветное освещение, которое заметно придавало игре красок. Но самым важным в обновлении стал режим Хардмод, который открывался для игрока после победы над новым боссом Стеной Плоти. Режим Хардмод представлял собой не просто повышенный уровень сложности, а кардинальные изменения в уже существующем мире игрока. Теперь искажение распространялось по всему миру в разы быстрее и могло захватить подземное пространство с той же скоростью, что и на поверхности. В противовес искажению, в мире появился новый биом под названием Святые Земли, который населяли агрессивные игроку, единороги и феи. А сам биом распространялся так же быстро, как и искажение. Более того, практически в каждом биоме появлялись новые, очень сильные мобы, которые на начальных порах представляли перед игроком большую угрозу. Вдобавок ко всему в Хардмоде появились механические боссы, Скелетрон Прайм, Близнецы и Уничтожитель Миров, которые представляли собой роботизированные и куда более сильные версии дохардмодных боссов, Скелетрона, Глаза Ктулху и Пожирателя Миров. Для того, чтобы суметь противостоять новым опасностям, в игру были добавлены новые виды рут и материалов, из которых крафтилась более сильная экипировка. Отличительной чертой Хардмода также стала возможность получить крылья, которая позволяла на какое-то время взлететь вверх, после чего спикировать вниз на большие дистанции. Помимо Хардмода, в версии 1.1 появилась простенькая система механизмов, которая работала практически как же и в Майнкрафте. Всё вышеперечисленное вкупе с новыми NPC, предметами, механиками и так далее, сделало обновление 1.1 поистине огромным. Часть 3. Итоги первого года и будущей игры По итогу 2012 года, Террария стала крепко ассоциироваться с частыми бесплатными апдейтами, что сделало игру народной любимицей. Но несмотря на народную любовь и отличные продажи, будущее Террарии было смутным. В феврале 2012 года компанию покинул Финн Брайс, ушедший ради разработки своей собственной игры под названием Starbound. Позже, 22 февраля, Эндрю Спинкс написал письмо сообществу поклонников Террарии, где объявило о прекращении дальнейшей разработки Террарии в связи с рождением сына, а также желанием заняться следующим проектом. В связи с этой новостью, в ближайшие несколько месяцев активность сообщества вокруг Террарии начала заметно падать. Многие игроки стали покидать игру, а контент от сообщества стал выходить заметно реже. Казалось, что это был конец Террарии, и её лучшие времена уже позади. Так или иначе, в сентябре 2012 года был анонсирован выпуск Террарии на консоли, Xbox 360 и PlayStation 3. Издателем выступила компания 505 Games, известная нам сегодня как издатели консольной Payday 2, а также прошлогодней Control. Разработку консольных версий поручили сторонней студии Engine Software. Террария впервые посетила консольный рынок 26 марта 2013 года. В августе 2013 года Террария также вышла на мобильных платформах. Часть 4. Воскрешение игры. Немного ранее релиза Террарии на консолях, после долгого затишья в феврале 2013 года, Эндрю Спинкс внезапно объявил о разработке нового обновления для Террарии в своём твиттере. Набрав новую команду разработчиков, Эндрю Спинкс был готов выпустить новое глобальное обновление, которое вновь должно было стать самым большим за всю историю игры. Новая пришедшая в компанию Уитни Спинкс начала активную работу по продвижению игры. Это привело к сотрудничеству со многими известными контент-мейкерами, сообществом, постоянными новостями по поводу разработки обновлений и так далее. Подобные действия привели к ещё большей народной любви и укреплению сообщества вокруг игры. Обновление 1.2 для Террарии вышло 30 сентября 2013 года в Steam. Как и обновление 1.1, оно привнесло в игру очень много нового. К примеру, в игру добавили карту мира, которая сделала процесс изучения мира гораздо интереснее и удобнее. Теперь вместо искажения в мире мог сгенерироваться альтернативный биом Кримзон. Как и искажения, этот биом стремился захватить мир игрока. Разница с искажением была не только визуальна, поскольку биом населяли новые типы монстров вместе с новым боссом. А предметы, получаемые в Кримзоне, отличались от предметов из искажения. Процесс развития игрока теперь не заканчивался после победы над механическими боссами, поскольку в игру были добавлены новые боссы, а также ресурсы для дальнейшей прокачки. Теперь игра оканчивалась после победы над новым боссом, Големом, которого можно было отыскать в Храме Джунгли, доступ в который открывался только в самом конце игры. В общей сложности обновление 1.2 привнесло в игру более 1000 новых предметов, 8 новых NPC, 4 новых босса и бесчисленное количество изменений, а также улучшение графической составляющей игры. Обновление ознаменовало собой настоящий праздник для фанатов Террарии, а вместе с теми новую волну хайпа вокруг Террарии. После выпуска обновления 1.2 разработчики не стали останавливаться на достигнутом, как это было после выпуска обновления 1.1, а наоборот, уже в январе 2014 года начали работать над новым глобальным обновлением Террария 1.3. Разработку обновления решили приостановить до тех пор, пока обновление 1.2 не доберется до консольных платформ. На это потребовалось определенное время, а потому вплоть до мая того же года Aerologic выпустила несколько небольших по размеру апдейтов, тем самым сделав обновление 1.2.4 последним на неопределенный промежуток времени. К этому моменту версия 1.2 уже успела добраться до консолей, а потому разработка Террарии 1.3 пошла полным ходом. 16 февраля 2015 года неожиданно для сообщества был анонсирован спин-офф Террарии под названием Террария Озер Ворлуд. Проект выглядел как классическая Террария с пермистью Tower Defense. Работала над проектом Aerologic совместно с Engine Software. После анонса первого несколько месяцев публиковались новые скриншоты игры, но на этом информация о проекте на ближайшие годы закончилась, а потому будущее игры было очень смутным. Часть 5. Обновление 1.3 Так или иначе, после долгих месяцев ожидания, самое большое обновление Террарии на сегодняшний день было выпущено 13 июля 2015 года на ПК. К моменту релиза обновления Террария уже успела преодолеть отметку продаж в 10 миллионов копий, и хайп вокруг обновления 1.3 был самым большим за всю историю игры. Количество одновременно играющих игроков в Steam в день релиза превысило 150 тысяч человек. Сам апдейт 1.3 привнес в игру мультиплеер через Steam. Достижения, экспертный уровень сложности, более 80 новых предметов, новых NPC и много новых механик и изменений. Но самым главным нововведением, пожалуй, стало добавление в игру финального босса Лунного Лорда, победа над которым ознаменовалась бы конец прохождения игры для игрока. Часть 6. Конец путешествия С момента 1.3.5.3 ближайшее обновление для ПК-версии Террарии зарядно затянулось. Обновление 1.3.6 изначально планировали выпустить в начале 2018 года, после чего релиз был перенесён на конец 2018 года, и эта дата релиза не стала окончательной. На пресс-конференции ПК-гейминг-шоу на Е3 2019 стало известно, что вместо среднего по размеру обновления по цифре 1.3 игроков ждёт выход нового глобального обновления 1.4 под названием Journey End. Из 16 мая 2020 года в Steam вышло обновление под названием Journey End. В Террарию было добавлено более тысячи новых предметов, новых NPC, боссов, мобов и большое количество новых механик, а также обновление графической составляющей игры. Два новых режима, Journey Mode, который представлял игроку более гибкие настройки, и Master Mode, который стал самым сложным режимом в игре. Заключение Как можно заметить, за свою историю Террария переживала как периоды бурного развития, так и периоды стагнации. Тем не менее, игре всегда удавалось быть любимой для миллионов игроков по всему миру, и находить себе новых поклонников. Что нас ждёт впереди? Возможно, Relogic займётся Террарией 2, о которой ходят слухи долгое время. А возможно, нас ждёт совершенно новый проект от Relogic. Одно известно, что это будет уже совсем новая история. Ну а на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ну а с вами был Ванкор. Всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok